Издательство Бомбора. Океан книг. Еда для энергии. Как победить усталость, зарядить свой мозг и быть активным целый день. Ари Уитин. Введение. Тайная эпидемия. Представьте, что каждый день по какой-то странной причине вы тыкаете себе в ногу вилкой. Потом идете в больницу, и все, что делает врач, выдает вам порцию обезболивающих и отправляет домой. Вам теперь не больно, но на следующий день вы снова тыкаете себе вилкой в ногу и идете к врачу. Вам опять прописывают обезболивающие. И на третий день повторяется то же самое. Очевидное решение – прекратить тыкать себя в ногу, а не принимать обезболивающие для подавления симптомов. То же самое можно сказать и о хронической усталости. Недостаток энергии – это симптом того, что в вашем организме что-то идет не так, и каждый день, выбирая ту или иную еду и образ жизни, вы тыкаете себя вилкой, естественно, сами того не желая и в переносном смысле. И вместо того, чтобы просто преодолевать усталость с помощью стимуляторов, сахара или кофеина, есть другое, умное решение – разобраться с фундаментальными факторами, которые контролируют выработку энергии в человеческом теле. То, что вы сейчас этим не занимаетесь, не ваша вина. Никто не рассказывал вам о факторах, контролирующих уровень человеческой энергии. Никто не показывал вам научных данных, обосновывающих, почему и как тело и мозг должны получать необходимое питание. В результате вы, сами того не желая, делаете то, что лишает вас энергии и ограничивает способность клеток к нормальному функционированию. Решение есть – узнать, что контролирует и регулирует ваш уровень энергии, чтобы перестать делать выбор в пользу разрушения энергии и принимать больше решений, которые ее приумножают. Проблема в том, что в нашей культуре усталость считается нормой. Мы считаем, что это совершенно нормально. Или, хуже того, усталость для нас – почетный знак, сообщающий о нашем статусе. Мы даже используем усталость и недостаток энергии, как добродетельные сигналы, чтобы показать другим, насколько мы важны и заняты. Как часто вы слышали фразы, вроде «я так устал» или «меня так завалило работой», «на самом деле, означающий я такой амбициозный карьерист и так важен для своей компании, что даже не сплю нормально». Мы страдаем от усталости, стресса, выгорания, тревоги, депрессии, тумана в голове, проблем с памятью и концентрацией. Мы постоянно берем энергию в долгу завтра, чтобы расплатиться за сегодня, а сегодня кое-как проживаем с помощью кофеина, сахара и стимуляторов. Мы потеряли ключевой ингредиент, необходимый для процветания в отношениях, на работе и в жизни – энергию. И я говорю не только о людях, которым врачи диагностировали синдром хронической усталости, или миологический энцефаломиелит, МЭ, СХУ – самый худший из подобных сценариев. От него страдают примерно полтора процента населения мира и примерно 5 миллионов 400 тысяч взрослых американцев. Определение МЭ, СХУ – следующее. Выраженная усталость в течение более шести месяцев подряд, в сочетании с некоторыми другими симптомами, в частности, недомоганием после физических нагрузок. Я говорю о настоящей эпидемии усталости, от которой страдают в 50-100 раз больше людей. Собственно говоря, усталость – это целый спектр, от тяжелого синдрома МЭ, СХУ, до куда более распространенного общего состояния низкой энергичности и недостатка сил, от которого страдает огромный процент населения. Насколько масштабна эта проблема? Давайте рассмотрим следующие данные. В докладе «Fatigue in the Workplace. Усталость на рабочем месте», сделанном National Safety Council, 76% работающих сообщили, что чувствуют себя усталыми на работе. 53% считают, что из-за усталости стали менее продуктивны, 44% испытывают затруднения с концентрацией внимания, а 27% – с принятием решений. Примерно 40% американцев, обращающихся к врачам, жаловались на усталость, а каждый пятый страдает от синдрома хронической усталости. В крупнейшем, скорее всего, исследовании на данную тему, где оценивалось состояние более 1 миллиона взрослых, каждый третий мужчина и каждая вторая женщина жалуются, что легко устают. Конечно, иногда чувствовать себя немного усталым или хотеть прилечь и хорошенько отдохнуть после целого дня напряженной физической или умственной работы – это совершенно нормально. Но вот когда уровень энергии у вас низкий почти постоянно, это совершенно определенно ненормально. Это ваше тело кричит о помощи. Моя история борьбы с усталостью. Я более 20 лет помогал другим справиться с проблемами со здоровьем с помощью изменения образа жизни, питания и приема витаминных и минеральных добавок. Я не только видел своими глазами, как тысячи клиентов встают с дивана и идут в поход в горы, я и сам пережил подобное преображение. Моя одержимость наукой об оптимизации человеческой энергии родилась из тяжелейшей борьбы с хронической усталостью, в которой мне не смог помочь ни один эксперт по медицине, ни общепринятый, ни альтернативный. Много лет назад я работал на общественной ферме в Израиле. Мне было 24 года, я был здоров, активен и энергичен. Там я подхватил вирус Эпштейна, Барр и перенес тяжелый мононуклеоз, известный также как железистая лихорадка или болезнь поцелуев. Я и не предполагал, что потом мне придется почти целый год восстанавливать здоровье, нормальное самочувствие и энергию. Я привык жить на всю катушку, а тут даже с постели встать не мог. Горло так сильно болело, отекло и гноилось, что я не мог есть ничего кроме супа, и я очень быстро потерял более 30 фунтов, около 15 килограммов мышечной массы. Я лишился всякой выносливости. Призвана моя болезнь. Пришлось обойти нескольких врачей и побывать в комнате экстренной помощи, прежде чем у меня наконец-то обнаружили вирус Эпштейна, Барр, Веб. Поначалу я ощутил облегчение, узнав, что же нанесло такой удар моему здоровью, но быстро выяснилось, что врачам буквально нечего предложить, никаких реальных методов лечения мононуклеоза не существовало. Выздоровление заняло не один месяц, а после него осталась сильная усталость, которая никуда уходить не собиралась. Я чувствовал, как жизнь проходит мимо, мне не хватало энергии, чтобы заняться своей любимой физической активностью, скалолазанием, силовыми тренировками, серфингом. У меня не было сил, чтобы проводить время с друзьями, со своей девушкой, вообще вести хоть какое-то подобие светской жизни. И, наконец, не мог я и продолжать заниматься прежней тяжелой физической работой под открытым небом, иногда, при температуре под 40 градусов, на аквакультурной ферме. У меня словно отобрали всю мою жизнь, просто потому, что дальше так жить не было сил. Я не мог так жить дальше и надеяться, что все само восстановится, так что обратился за помощью к альтернативной медицине. Мне тут же диагностировали усталость надпочечников, и у меня появилась надежда. Я стал просто одержим гипотезой усталости надпочечников, идеей, что хронический стресс постепенно подтачивает производительность этих желез. И они не могут вырабатывать достаточно кортизола, ключевого гормона стресса, что и приводит к усталости, и еще куча разных симптомов. Я прочитал все книги, просмотрел все видеоролики на тему, в том числе и от людей, которых я считал гуру и экспертами естественного здоровья и функциональной медицины. Я был уверен, что у меня усталость надпочечников, и что я стою на пути к выздоровлению, но когда я сказал об этом врачам классической медицины. Они лишь отмахнулись, заявили, что никакой усталости надпочечников не существует, и это все псевдонаука. Продолжение следует...